мы семимильными шагами приближаемся к пессаху я вы семимильные потому что не успеешь повернуться уже вас воскресенье видео начинать у нас еще в субботу до песок у нас но мы движемся к нему потому что это я называю этот важный самый удивительный праздник еврейской жизни хотя многие считают что в самый важным является емки-пуром но может быть я не стану спорить но с точки зрения писания и библии я верю что песок является такой отправной точкой для каждого еврея и каждого не еврея потому что это является таким праздником которая начинается отсчеты как бы цига года я верю что это особенный праздник детей не будущих благ открывается благоволение и к избранному народу а также и ко всему человечеству не емки-пур решает да как бы быть или не быть а песок который открывает любовь бога своему народу и ко всему миру буквально через две недели мы с вами вольёмся в удивительную тайну пасхального избавления почему удивительно потому что все то что будет происходить на вот асидоре раскрывает глубину божьего сердца открывает влияние песоха и на события которые мы пережили две тысячи лет назад и сам песок которые переживали евреи в течение того всего времени я сегодня хотел бы сделать некую прелюдию к песоху вот этот этот шаббат следующий будет каким-то подготовкой такой не подготовка к понятию и расширению на по за сознание нашего о песохе я хочу сделать прелюдию к песоху пролить немного света на на тему искупления и тайны обещанного миссия в тонах и потому что божий план искупления человечества вошел в действие сразу же после падения человека после преступления можем сказать да потому что если мы посмотрим на библию то божий план искупления для всего человечества вошел в действие когда адам и ева согрешили бог возлюбил свое творение так сильно что он не хотел смерти грешников и он сегодня не хочет смерти ни одного грешнику одно библия говорит что за проделанный грех нужно было пролить кровь без пролития крови нет прощения грехов но здесь в этом первом в этой первой части бытия мы видим что бог так возлюбил свое творение что он решил ограничиться изгнанием из эдема всего лишь изгнанием но наверное при изгнании там бог имел наверное намного больше чем мы можем себе представить грех непослушание оставил своем а свой печаток человеческом сознании вот этот привкус непослушание и вот запретного плода о как будто у нас во рту некий днк который который показывает нам добро и зло как бы по начинаем понимать и осознавать что значит правильно и неправильно этот привкус до сих пор у каждого из нас это стало нашим человеческим мерилом и мигометру человечества то что нас отличает от рыб зверей бугай так творение другого мы люди и от человеческим мерилом становится именно вот это сознание добра и зла у нас из познания они инстинкт у нас есть предварительное обсуждение и обдумывание поступка право на решение делать или не делать она и это нас отличает от других тварей конкретно не инстинкт которых толкает нас на какие-то поступки а решение добра и зла и все же первое упоминание о машинах и миссии религоведы мира ученые и теологи находят как раз в это злочастное время непослушание они видят что в это время когда человек не послушался бога там проявилась божья милость и как раз говорится о той милости в миссии что мы будем избавлены всеми нам известное пророчество о семени жены поражающих голову змея кто помнит это мы как верующие люди должны это помнить правильно и мы понимаем что этот олицетворяет будущую победу потомка человека над злом там уже в то время когда человек не не был послушен бог произносит первое послание о том что включился этот механизм спасения человечества теологи всех времен склонны что пророчестве напрямую говорится о миссии для человечества о том что у бога предварительно уже был план он не придумал его когда человек упал не послушался а включился этот план спасения для того чтобы показать свою любовь я буду я буду читать это местописание барашид или бытие 3 глава 15 стих вражду положу между тобою между женою между семьям твоим и между семенем и и она будет поражать или а она будет поражать им в голову а ты будешь жалить его в пяту всем прекрасно мы понимаем что вот там уже говорится о миссии многие верующие которые верят вишу миссия к личного спасителя уже понимают там была заложена именно победа и шума над сатаной победа голгофского креста это первое упоминание победе семени человека над злом не так ли мы видим это но и также открывать приоткрывает божественное искупление для каждого из нас вот там начинается то я хочу вам показать вам немножко еще другой аспект я буду говорить об авели пастыр авель как тень мишуэха часто мы говорим об этом что вот там уже было порочество но что могла вообще знать его а слова которые слышала от бога как она вообще могла понять что вообще может да и должно произойти если только была она и адам больше никого не было что она могла понять в этих словах от бога который говорит семя твое это семя будет поражать дьявола в голову а дьявол или же там змей да а ты будешь его жалить пяту могли ли эти слова раз быть разнесенные ли же а понятны для неё для о будущем вот я вот думаю так для нас как всего человечества мы имея божественное пророчество ли в священное писание нам легко просмотреть через призму этого священного писания и уве как божьи планы состоялись и состоя из исполнится потому что мы живем в это время а тогда когда они согрешили поле были лишены вот присутствие божьего вдруг дается ей слово о том что твое семя поразит врага в бытие 3 глава 15 стих это с слово обещание было дано даже не адамом а еве что ее семя хотя у женщины нет семья яйца клетка до могу и так и так технически говорить что все же ей было обещано что ее семя будет потом в этом в этом семье будут потомки которые поразят дьявола его принимает слова от бога как можно сказать в реальности потому что если бы вы были бы на ее месте и вам бы сказали бы слова от бога вы приняли бы это индивидуально для себя что твое наследие оно будет тем победоносным наследием который поразит врага которая сможет наверное примирить тебя с богом сама мысль о том что ее семя положит конец разделению дает надежду на примирение с богом я говорю это потому что каждый из нас мы хотим исправить свои пути нам хочется чтобы господь исправил то что мы нарушили согласны с этим если вы ошиблись и бога в твоем семье там твоих детях я примерю тебя то есть я взял и победу я один ну будет что-то особенное и ты с этой надеждой лелеешь ее что именно через твое наследие буквально в твое время в твоим как бы сказать твоё поколение может это произойти господь бог сделал для адама и и жены его жены одежду и шкур животных и надел на них бытие 3 глава 21 стих удивительно после того как он уже пообещал искупление или же может быть победу семени над врагом и он в это время конечно мы дед проклята земля там говорит адама а вот здесь он говорит делает одежды для падших людей для грешников а при прикрыть их не наготу другими словами смотрю на эти стихи я думаю о том что невинное животное было лишено жизни чтобы покрыть тела грешных людей некий прообраз правом образ божьего агнца отдающий жизнь свою за грешников уже в этих стихах мы же видим где бог делает нам намек или же пророчески делает действие которое будет говорить в будущем о том что будет жертва невинного животное ради того чтобы человек был покрыт сохранен ну это уже на паса когда будем говорить адам познал его 4 глава бытие 1 стих жену свою и она зачала родила каина и сказала приобрела я человека от господа смотрите когда мы читаем это нам конечно мы очень как бы мы понимаем что это недалеки от совершенства или же какие-то исполнения порочеств но когда-то заявление от и его идет в этих словах идет надежда когда хава говорит я приобрела человека от господа он говорит о том что вот она вот это обещание бога что мое семя паразит врага вот эта надежда этот человек от бога просто о бог же обещал это слово если бы никого уже не нету буш она не знает что будет впереди да наверное так я так думаю что она не понимала что будет впереди и друг у нее надежда как и у каждого из нас может быть надежда в это время и вот момента как здесь вот бог говорит о том что уже происходит и еще родила брата его авеля и был авель пастырем овец а каин был земледелец и вот тут то начинается история какое из этих вот какой из этого семени кто из ребят этих на мальчишек восстановит наши отношения со всевышним несмотря на то что у врат адамского сада стоит уже херувим вы поймите хочу чтобы немножко поняли об эту ситуацию человек падает мы из каждой нас согрешаем писание говорит да и когда у нас какую-то трепетность и мы имеем надежду от бога что ничего страшного восстановится не бойся конечно ты понесешь наказание за свое преступление да но то и говорю тебе его от твоего семени и твое семья победит будет так лукавого буду на придут и буду говорить да и у вас и у меня появится надежда что возможно в мое время это произойдет и когда родился один раз она говорит вот человек от господа пришла на деда может быть и в это время мы он мальчик примирить нас с богом и мы вернемся в наши отношения каждый из нас это хочет рождается 2 какой из них и знаете писание говорит о том что мои мысли не ваши мысли не ваши пути пути мои говорит господь но как небо высоко от земли так и пути мои выше пути ваших и мысли мои выше ваших мысли и на и когда мы ела так и начала мечтать это может быть моя это это семя на самом деле победит бог говорит мои планы не твои планы его хава ты можешь мечтать но мне есть другие планы жизнь адамовой семьи без знания показывает нам перспективы божьих планов не планы и вы совершались а божьи планы чтобы мы поспал поняли отношения адамы с богом мы как же мы можем увидеть одну вещь до изгнания у адама были отношения с богом после изгнания мы нигде не замечаем что были какие-то взаимоотношения с ним я возможно было наказание буду молчать больше тебе адам больше ничего не буду говорить у нас не будет отношения но что я замечаю что дети рожденные у адама с хавой да они эти дети были воспитаны в таком как бы сказать почтение бога потому что они приносили жертвы а жертвы приносящие уже указано то что родители воспитывали их от в сознании что есть тот кто сотворил нас и нам необходимо иметь эти отношения с ним поэтому приноси приносили жертвы может быть то невинное животное которое было принесено в жертву ради одежды что покрыть грешников послужило как бы сказать намеком а того чтобы как бы нужно необходимо иметь приносить эти дары перед богом я не знаю что послужило но я думаю что четко прослеживается момент почтение бога через дары которые приносили два текст сына мы четко видим что авель был пастырем пастух правильно это пастор одно и то же одно слово каин был земледельцем земледельцем соответственно каждый из них приносил дары в соответствии способностей из склонностей своих работе каждый из нас это как бы делать мы приносим дарование или же деку приносим сегодня это финансы да и никогда в старые времена это были дары и вот каждый из них приносил из от того что он умел больше всего делать чем он был успешный успешку это был успех читаем дальше от быть 4 глава 3 стих когда пришло время жатвы каин принес в дар господу некоторые из выросших им плодов земли 4 4 стих а авель наилучший дар из первого приплода стада своего господь благосклонно посмотрел на авеля и его же это приношение а подношение каина не принял каин был этим очень опечален и рассержен я читаю несколько разных переводов просто понять ситуацию каин был первенцем он избрал земледелие авель не знаю второй был и родила еще одного был пастором принес из лучшего стада своего принес самое в самое лучшее и потому что тук и это было угодно богу дар авеля был угоден господу а дар каина не угоден мы видим здесь два совершенно как бы одинаковых коренных слова это угоден то другого пасла в поставлено слова не угоден но когда я смотрю описание да мне бы зацепила одна одна вещь что как все не говорит коренные слова то есть значение слова немножко раз разные я немножко посмотрел к другие комментарии послушал людей и действительно чтобы не быть главословным я на самом деле посмотрел и рассмотрел что интересно важно смотреть видеть коренные хотя используется одна коренной слова угоден и угоден но тут как важно и понимать именно разбирать слова и еврей становится таким основополагающим пониманием последующего вообще божьего плана из знаете здесь звучит так ваиша дуна и авель и слова а веща то есть это буква ют шин айн если вы посмотрите то как бы тут интересный корень который вот слова угоден ссылается на над слова спасения искупления коренное значение этого слова 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 ваиша означает спасение и искупления я хочу вас немножко как бы так перед песоком подготовить важность вообще понимание божьего плана спасения для человечества выходит что бог спас авеля через его приношение первородного и своего стадо и звучит она как бы а дуна еще а дэль потому что если мы говорим коренное слово а ваиша означает как бы больше как спасение туда получается а дуна еще а дэль из как бы бог как бы выкупил авеля в жертву понравилось когда говорится о приношении богу от каина моисей использует слово которое звучит похоже но имеет совсем другое какое коренное значение она имеет значение просто не уважил то есть нет не обратил внимание ему это не нужно было это же слове лоша он не обратил внимание то есть не уважил это жертву каина это совсем другое слово если бы с было одно и то же коренное слово таба тогда бы звучало но еще во а так и весь для лоша имеется ввиду не уважил и так что можем сказать об этом приношение авеля богу было усмотрено как спасение искупление приношение каина даже не уважил бог усмотреть вас на него взглянуть мы также можем усмотреть следующее в этих двух братьях что можем увидеть этих двух прекрасных братьев и однокровных других же люди не было они были родные адаму и еве и бог боговолил к ним обоим потому что они родились да что можем увидеть авель пастух или пастыр который свой своим приношением приобрел спасение которое есть который у которого не было у каина но спасение приобрет для всей семьи помните мы говорим что это семя победит помните да что он будет поражать в голову вот боги это надежда евы которая была каком из них будет это спасение удивительное что здесь вот именно оборот речи который моисей оставляет как это указывает что авель становится расположенных богу к спасению всей семьи и сказал господь каину почему ты огорчился от чего поникла лицо твое что происходит дальше первородный первородный каин которого прожить по швадистской много чего да вдруг он не не получает как бы ту ответственность а его младший брат пастух который принес самое лучшее первородное получает спасение получать ответ от бога дальше быть те четвертая глава 7 стих если делаешь добро то не поднимаешь ли лица а если не делаешь добро то у дверей грех лежит он влечет тебя к себе но ты господству над ним другой перевод я сейчас прочитаю может интереснее будет если будешь делать добро то будешь проведен передо мною и тогда я приму тебя но если ты будешь делать зло то твоя жизнь будет греховно тогда твой грек захочет править тобой ты будешь должен сам править грехом ты должен его править ты должен управлять грехом другими словами пока он не сделанный дата это влечение ты должен господствовать мы о чем говорим мы видим что история двух братьев заканчивается трагедией трагедии которая мы называем первое убийство в истории человечества трагедия ненависти ревности или можно сказать грех зависти столкнул авеля на убийство брата зависть ревность ревнивый муж тоже такое агро это грозное оружие также зависть является оружием который толкает людей на преступление и сказал каин авелю брату своему пойдем в поле вдруг ни того ни сего дружище пойдем прогуляемся вы до этого не гуляли когда они были в поле восстал каина авеля брата своего и убил его бытие 4 глава 8 стих когда я смотрю на эту картину картину загорова против родного брата из-за зависти в отношении к богу то есть зависть не в чем там было завидовать золото же не было ничего не было в чем отношении что бог открыл свои отношения к младшему брату что расположился бог спас искупил то есть принял то чтоб пастух принес а он-то старший он же как бы имеет больше влияния и вот это озлобление зависть бог имел отношение с младшим братом дала ему повод на преступление я вижу тут тоже также картину избранного народа первородного народа из божьего писать об этом говорит что бог представляет изра как первородный для себя первородный восстает на своего же кровного первородный восстает того кого кому завидует завидует а то об отношениях с отцом в этом отрывке видно реальная картина будущего реакция первосвященников на отношении еще вас его отцом 4 9 стих 4 главы где же авель брат твой спросил господь каина не знаю ответил тот разве я сторож брату моему когда каин отвечает богу то что он не просто не знаю где он его брат но фактически отрицает его вообще существование что он вообще имеется какое-либо дело он говорит я не сторож брату своему и в этих словах я вижу как это пытается сказать следующие слова которые говорит я что обязан его опекать всю свою жизнь разве я вообще должен с ним быть постоянно разве я не могу быть в то время сам собой делать то что я хочу такими словами знаете вот понимая что вообще бог существует говорить богу такие вещи которые знают твое сердце и задача намерения твои как будто твоего брата общение нету рядом фактически в это время каин отрекается от авеля как от единограл от единокровного брата сама ситуация абсурдная разговор о кавина с богом каин наверно в не понимает что бог всезнающий всемогущий всевидящий и он нагло абсолютно нагло врет богу огрызается пререкается и отказывается даже признать убийство своего брата об этом же идет речь бог его подталкивать на раскаяние уголь так держит твой брат тут в этих словах я не сторож брата своему как бы игнор идет о чем ты вообще говоришь вообще не знаю где он находится что не могу сам быть по себе возможно так поступает множество людей сожженной совестью встречали таких ты конфронтирующих они ведь клянусь богом вообще не знаю чем ты говоришь они нагло лгут будучи верующими людьми или там знающим бога и бог как бы конфронтирует их они отрекаются от всего то что они делали без цида и совести у них как бы совесть сожженная десятый стих искал господь что ты сделал я слышу как кровь брата твоего вопьет ко мне от земли мы считаем писание что заработать ты удерживаешь заработную плату ли там еще какие-то вещи над теми кто-то нанял то их кровь как бы или как кровные они вопьют богу за несправедливость здесь так же самое идет бог просто говорит что кровь пастора кровь пастуха взывает кричит голосом о справедливости теологи в авели видят тень мессии они видели параллель между авелем и ишуа родной по крови брат проливает кровь за грех невинности за зависть авель пролил свою кровь за ненависть брата своего но это случилось для того чтобы исполнил слова пятикнижие а вы они возненавидели меня без всякой причине как вы думаете есть параллель здесь можно ли провести параллель между израилем и ишуа и даже когда иудеи истолковывать принятые богом жертвы вот авеля своих медражах они используют слово примирение то есть бог примирился с авелем посредством его жертвы как первородного от первородного стада даже в медражах они говорят это слово и принял дали как бы жертву как примирение другими словами там используя слово и слова еще во а а бог через жертву и авеля еще во именно дал возможность спасения сми выходит что авель пастух приносит жертву примирение к которой бог благоволит но каин не видит этого он не видит этого эту возможность спасения для своей семьи как это было сказано для матери хави но во гневе отвергает возможность участия брата в спасении как это удивительно наш народ они сами определили каким должен быть маши их конце концов после всего несмотря на то что бог предусматривает для них искупление через жертву собственного сына возьмите пример мотивацию фарисеев и религиозных лидеров в израиле которые ждали спасения они ждали искупления они ждали маши их а и все же когда еще а пришел из-за зависти приговорили его к смерти сказать а почему зависть смотрите в евангелии пиона 8 18 глава 14 стих это был тот каяфа который подсказал иудейскому руководству мысль что лучше пусть умрет один человек чем весь народ будет наказан да это сказано пророческим словом но здесь очень уникально его предали на смерть за завистью о том что происходило пришло исцеление пришла благодать и милость они не под не распознали что в этом уникальном как бы пришествии шуа воплоти будет искупление для его своего народа что бог примет его же возможно я так много что говорю нас хочу сказать что четырех главах бытия мы с вами можем увидеть бесса вам или же добрую вести в англии если вычитать там все можно со четырех главах мы сразу увидеть все божье послание к миру что бог усмотрел искупление человеком еще до сотворения мира это не тайна нужно избирать и и как бы разбирать писание но это вуаль приоткрывается в новом завете через и шуа из миссии и все же давайте вернемся бы те 4 главам ты проклят и ты проклят землей который ты напоил кровь брата бытие 4 глава 11 стих ты проклят землей которую ты напоил кровью брата потому что эта кровь взывает к богу о справедливости и дальше как когда будешь возделывать землю она не станет более давать силы своей для тебя ты будешь изгнанником ты станешь скитальцем по земле еще одна картина что делает что делает каин в это время с преступления бока конфронтирует да и друг говорит отрицать это общение ни при чем что ты ко мне прислал я них сторож бату своему я вообще трекать не знаю этого человек и бога его кровь ко мне взывает о справедливости и за это твоя эта земля на которой ты растишься она как бы отвергает тебя она отсылает тебя в изгнание из-за крови которая взывает и знаете что кричит каин наказание это слишком тяжело для меня после всего после убийства говорит изгнание это сильно тяжелое наказание не снести мне его сказал каин господу 13 глава 13 стих 4 главы еще раз вернусь к одной идее авель пастор был убит и наказание стало изгнание делут это интересный момент в этом изгнании присутствует страх уничтожение и бог обещает защиту для каина и вот каин говорит ты изгоняешь меня с моей земли и я не смогу больше видеть тебя и быть рядом с тобой у каина появилась понятие чтобы их бог был рядом отношения то строили с ним у меня не не будет дома мне придется скитаться с места на место всякий кто меня найдет убьет меня страх изгнание страх изгнание страх не иметь дом помните что говорит зато оставляю ваш дом пуст бытие 14 глава по диска и начинает кричать просто но господь сказал ему случись такое всякий кто убьет каина не уйдет от семикратного мщения и чтобы никто встретившись с каином не убил его дал господь каину особый знак своей защиты это еще раз напоминает нам о событиях давно прошедших в израиле в то время когда проходил песок события потрясшийся потрясший мир стали примирением но народ не воспринял как примирение последствий был разрушен их дом а потом был этот народ изгра из 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 над гелуд стали странниками пришельцами по всей земле неужели бытие которую мы читаем предсказывала события связано с израилем и ишуа неужели так пророческая картина которую можно можем видеть многие люди со мной не согласятся потому что каждый раз когда я проповедую или что-то говорю всегда находятся недовольные и нежелательные себя поставим какой-то не нравится им что быть но когда я читал описание я понял что каин который первородный не получил ответ от бога но увидел что благоволение было или же ишуа было с абелем он просто его убил из-за зависти что с ним бог не имел таких отношений возможно то что произошло 2000 лет назад искупление через ишуа на песах и непринятие нашим народом его искупление послужило изгнание из дома в гелуд я не знаю причины всей но возможно нам нужно рассуждать неужели песок раскрывает нам события первых глав бытия что случилось потом с ишуа и израилем возможно это преддверии песаха нам нужно быть готовым не только праздновать исход но и осознать что бог усмотрел наше с вами спасение еще задолго до сотворения мира бог уже смотрел как мы получим избавление и что нам сегодня сделать нужно выбор что мы сегодня выберем сторону авеля или каина первородство которое мы имеем которое можем хвалиться или же смиренность того кто просто был пастухом был послушным и принес самое самое лучшее своего стадо кровь чья была пролита и стала дальше причиной многих бед в этом мире возможно семья евы которая она мечтала что ее дети смогут примирить адама еву с богом то семья восстановится отношения станут близкими и возможно им ну можно будет вернуться в эдем есть не состоялись по причине смерти авеля игре все больше начала распознаваться в мире а возможно это божий пророческий смысл которая дошел до наших времен чтобы мы рассуждали что бог знает все от начала и до конца